Музей истории Южного Урала Музей истории Южного Урала Музей истории Южного Урала Я думаю, что сегодня будет совершенно замечательное мероприятие. Желаю вам всем хорошего настроения, позитива, вдохновения, потому что женщина – это всегда любовь, а любовь – это всегда счастье. Первыми на подиуме появляются модели Союза Женщин Челябинской области. Вместо привычных деловых костюмов – нарядные платья в пол. Образы кинодив выполнены в Доме моды «Фортуна». Это голливудские звезды, оскароносные особы, это церемония награждения Оскара, это ковровая красная дорожка. И вот это все у нас воплотилось, и мы стали подбирать наших клиентов для каких-то образов определенных. Натуральные ткани, многослойность, оригинальный декор – и это тоже мода, только очень прошлых сезонов. Так одевались коренные народы еще в те годы, когда наш модный город был еще старинной крепостью Челяба. Ты понимаешь, каково было женщинам того времени, как они одевались, что они, может быть, чувствовали. То есть это достаточно легкие ткани, это качество, это натуральность. И ты себя в ту эпоху возносишь и представляешь, каково было им жить, как это было интересно, но достаточно трудно. По сути, на мне вот ассельдар, говорю, как тяжело это носить. Тогда наверняка женщины были покрепче. Затем зрители увидели образы представительниц эпохи просвещения, участниц балов в стиле ампир и красавиц периода Бедермайер и Беллипок. Сложные головные уборы, привычные и не очень силуэты, аксессуары и элементы костюма со странными названиями. А это уже новейшая история. Сезон «Весна-лето 2021» – показ от черябинских бутиков и, собственно, дизайнеров коллекции. В современном блоке показа зрителям предложили вспомнить еще недавние, в масштабах истории, конечно. Время дефицита, вещевые рынки и логоманию, и тот период, когда российские дизайнеры не были столь популярны, как сегодня. Вместе с профессиональными моделями международного агентства «Сигма» в показе принимают участие известные предпринимательницы и общественницы. Это коллекция «Габриэль» по мотивам творчества «Великой Коко Шанель» от семейного предприятия «Дома моды Фортуна». Это тоже обычные женщины, но обычные в том плане, что они и модели, но они руководители организации, узнаваемые фигуры, и которые умеют демонстрировать себя в плане красоты. Они все, это союз женщин, и каждая какую-то общественную нагрузку несет. Очень много благотворительностью занимаемся. Мы работаем со сложными подростками, со сложными семьями работаем. Завершила показ коллекция московских гостей фестиваля «Дома русской одежды» Валентины Аверьяновой. Тоже семейного предприятия, которое возрождает традиции русского костюма и создает уникальные современные вещи, выполненные по старинному кроему. Ночь в музее – это только начало фестиваля «Мода и стиль. История и современность». Целый месяц на площадках Музея истории Южного Урала будут проходить творческие встречи, лекции и показы. И, конечно же, здесь работает выставка, где представлены модные предметы за последние 300 лет. От бальных платьев ручной работы до современных купальников из инновационных материалов.